Не все квесты одинаково полезны, некоторые из них определённо точно не стоит выполнять, и сейчас ты в этом убедишься. И кстати, привет, с вами Айвори. Fallout New Vegas знаменито множеством заданий с сероморальным выбором. В безжалостном постапок мире предугадать последствия поступков, даже откровенно положительных, бывает непросто. Ярким примером данного тейка служит квест «Свободные губы Ротфейса». Ротфейс бомжара-гуль, обитающий во Фрисайде. Во время первой встречи Ротфейс предлагает курьеру свои услуги в качестве информатора. Цена вопроса – жалкая парочка крышек. Заплатить попрошайке выгодно по двум причинам. Первая – получение бесценной информации, а как известно, знание сила. Вторая – подаяние милостыни – это железобетонный плюсик в карму. В конце концов, ты подаёшь бедолаги на кусок хлеба, или что там гули едят. Говяжий дошик, судя по состоянию кожи, а он, в свою очередь, держит тебя в курсе актуальных сплетен. Но, как говорится, есть нюанс. После нескольких донатов в копилку Ротфейса станет очевидно, что квази-нуждающийся тратить деньги вовсе не на хавчик, а на покупку бестолкового барахла, к примеру, накрутки в Геншин Импакт, плюс шапки из Тим Фортрес. Дальше – больше. Алчный нищеброд обзаведётся стильным костюмом и самым настоящим огнестрелом, который не применёт использовать против собственного работодателя. В одном из засанных переулков неблагодарный уродец попытается гопнуть курьера. И вот и помогай после этого бездомным. Протагонист вампайр The Mask of Red Bloodlines – новоиспечённый Кровосися. Иными словами, существо инфернальной природы, однако это не приговор. При желании ты можешь отыграть доброго самаритянина, помогающего нуждающимся при первой возможности. Вот только не всегда правильные поступки ведут к хэппи-энду, и квест-фокус или обращение – лишнее тому доказательство. Посетив операционное отделение клиники в Санта-Монике, ты непременно наткнёшься на девушку, находящуюся в критическом состоянии. Зовут барышню Хизер По, и жить ей осталось считанные минуты. Девушка серьёзно ранена, и для её спасения придётся пожертвовать собственной вампирской кровью, что чревато кровозависимостью. Аккурат после чудесного исцеления Хизер изъявит желание стать верным слугой своего спасителя. Данный союз, очевидно, выгоден, ведь помимо того, что новоиспечённая слуга будет убираться в сочевальне плюс фармить деньги, она ещё и людей приводить станет, дабы порадовать господина бесплатным хавчиком. Однако Хизер, если, конечно, у тебя нет сердца, можно выгнать на улицу, где она, скорее всего, погибнет, так как не умеет охотиться и не выкупает за этот ваш маскарад. Так что лучше оставить красавицу при себе. Хотел бы я сказать, если бы не одно «но». Стоит тебе привязаться к Хизер, как вдруг её похитит вампирское ОПГ, а затем жестоко убьёт прямо на глазах протагониста. В итоге помощь Хизер либо превратит её в кровозависимую, несамостоятельную, нежизнеспособную особь, либо обречёт на участь стать вампирским кормом. Ситуация патовая, а значит, данный квест выполнять строго не рекомендуется. Мир киберпанка – крайне жестокое и неприветливое место. К счастью, даже в самых опасных переулках города Найт-Сити встречаются вполне приветливые жители, или не совсем жители. Например, торговый автомат по имени Брэндон, весьма дружелюбный и милый непись. Брэндон – это новейшая вендинг-машина с искусственным интеллектом, что-то вроде сверхумной самообучающейся наэросетки, имитирующей реального собеседника. Брэндон, в отличие от меня, умеет шутить, подкалывать, вести светские беседы и даже давать дельные советы по поводу отношений. Во время знакомства он предлагает Ви бесплатную газировку в обмен на простую услугу, убрать мусорный контейнер, загораживающий вид на улицу. Этот момент становится началом прекрасной дружбы с очень трагичным финалом. После знакомства игрок волен навещать Брэндона, дабы послушать новую порцию шуточек за 300 и затариться скидочными снэками, плюс помогать Добряку в решении некоторых проблем. И вот, когда ваша дружба достигнет апогея, Брэндон внезапно испарится. Вместо него Ви встретит девушку по имени Тео, еще одну клиентку пропавшего автомата. Тео поведает, что умную железяку увезли для сброса до заводских настроек. Игрок волен рвануть по следу Брэндона, дабы попытаться спасти железного друга от стирания личности, но это бесполезная трата силы и времени. Спасти Брэндона от обновления категорически невозможно. А это значит, придется смириться с потерей хорошего собеседника и просто доброго приятеля, делающего окружающий мир чуточку лучше. Эх, я буду скучать по нашим душевным беседам и малышкам, которые он мне продавал. От имба Энерджи, конечно же. Популярнейшие вкусы имбы вернулись в сопровождении невиданных 30% скидок, для не шарящих в теме. Имба Энерджи – это первый в РФ СНГ быстрорастворимый энергетик для геймеров и ценителей анимокультуры. Кудесники из имбы денно и нощно работают над улучшением состава энергетиков. Их цель – довести каждый напиток до абсолютного идеала. Для этого используются исключительно качественные ароматизаторы из Германии, значительно обогащающие насыщенность и вкусовую палитру напитков. Компактная баночка скрывает под крышкой целых 18 порций, а это больше 6 литров энергетика. Столь внушительной подзарядки хватит на прохождение множества игр. Проверено лично, каждый день на сайте имбы можно поймать скидки на легендарные вкусы в обновленном составе, а также топовые новинки. Однако скидки ограничены по времени и не задерживаются на сайте больше двух дней, поэтому спеши, если хочешь сэкономить. Кстати, я успел закупиться тремя годными вкусняшками. Кактус-клубника – дерзкое сочетание кактуса и сочной клубники вместе с зарядом бодрости. Уникальный вкус для любителей чего-то необычного и впечатляющего. Сукуб – дерзкое сочетание яблока, винограда и цитрусовых. Необычный вкус для тех, кто любит эксперименты и открыт новому. Сукуб входит в топ-3 самых популярных вкусов, и его осталось очень мало. Рекомендую поспешить. И, наконец, тропик. Сочный микс тропических фруктов, который достался мне с внушительной 30% скидкой. Чувствую тебе страсть, как хочется попробовать озвученные вкусы. Однако присмотрись и к другим, ведь каждый из них прекрасен в своем сочетании. Бодрящие малышки мечтают, чтобы ты забрал их себе. Не упусти самую большую скидку. Залетай на сайт и делай заказ прямо сейчас. Ссылочка в описании. Во второй Red Dead Redemption великое множество увлекательных сайт-квестов. Неписи, завлекающие протагониста в водоворот приключений, встречаются повсеместно. Так почему же отшельнику, живущему в старой лачуге, уютно расположившейся в болотистой местности, не стать очередным проводником в мир невероятных историй? Да, собственно, потому. Квест Сони лучше не выполнять, и вот почему. На поверку окажется, что Сони – ценитель крепкой мужской дружбы. Жаль, только друзей у него нет, кроме тебя, естественно. После того, как протагонист подвергнется насильственным действиям в духе Ференхангер, его бесчувственное тело еще и ограбят до кучи. Вывод. Ни при каких условиях не заходи к сомнительным гражданам в хату. Если, конечно, не хочешь лишиться денег, анальной девственности и оставшейся веры в человечество. Квест Возвращение Сумерек и Скупи Скайрим напрямую не наказывает игрока за выполнение, а скорее лишает чрезвычайно ценного предмета. Данное поручение является заключительным актом сюжетной линии гильдии воров, во время которого драконорожденному придется вернуть архаичный артефакт, известный как скелетный ключ святилища Нюк Тюрнала. Однако игра определенно не стоит свеч, ведь в данном случае лучше синиться в руках, то есть ключ. Скелетный ключ позволяет игроку раз и навсегда забыть о надоедливой мини-игре по взлому замков. Отныне больше никаких отмычек и поломок, с этим ключом перед тобой открыты все двери, буквально. Причем ключ останется в твоем распоряжении до тех пор, пока не завершится квест. Гильдия воров долго ждала возвращения реликвии и еще немного подождет. В DLC ко второй борде с припиской Тайни Тинеса Салтон Драгон Кипер, игрок, выполнивший сайт квест с забавным названием по бороде встречают, неминуемо лишится уникальной и одной из самых полезных пушек в игре. Железяка, обитающий в локации шахты алчности, нуждается в бороде, увеличивающей волшебную силу. Но вот незадача, борода у него по понятным причинам не растет. А стало быть, тебе придется ему помочь. Как? Да очень просто. Прикончить нескольких гномов, чья окровавленная волосня станет основой будущей лицевой растительности. Для столь деликатного дельца безумный робот выдает игроку грогоствол, наикрутейший пистолет, наделенный шлаковой стихией и кучей полезных эффектов, включая исцеление стрелка. Короче, это нам нужно. Но, к несчастью, по завершению задания пистолет вернется к изначальному владельцу. Посему заключаем, что гораздо-гораздо выгоднее никогда и ни при каких условиях не заканчивать данный квест. Спасать таинственный городок, населенный порождениями древних божеств и архитектурными чудесами, ломающими восприятие реальности от смертельной чумы, задача, мягко говоря, непростая, и малой кровью тут точно не обойтись. Тем не менее, некоторых потерь можно избежать, если вовремя проигнорировать определенные квесты. В Pathologic 2, впрочем, как и в оригинальной Morutopia, есть квест-бочка для Лары, суть которого сводится к доставке сосуда с живительной влагой в один из городских районов. Данный квест можно закончить двумя способами, и оба не сулят ничего хорошего. Если выполнить просьбу подруги детства протагониста, доставив воду, тогда на следующий день весь район заразится песчанкой, так как вода была, мягко говоря, нефильтрованной. Если же взять воду на пробу и отнести бакалавру, тогда Лара останется без воды, впрочем, как и сам игрок. Жители района не заразятся, однако, пребывая в данной местности, у тебя более не будет возможности пополнять запасы пресной воды, что крайне нежелательно. Подытоживаем. Поручения Ларочки лучше игнорировать, как, впрочем, и любые просьбы вумен. Каут оф де лэмп представляет собой симулятор руководителя культа. Очень милый симулятор руководителя культа. Протагонист игры – овечка, в шкуре которой игроку предстоит вербовать новых сектантов, обеспечивать их жильем, питанием. И, конечно же, регулярной промывкой мозгов, дабы верующие не сбились с пути истинного и не ударились в иную религию. В этом нелегком деле неопытному герою помогает матерый наставник по имени Ротау. Ротау на самом деле отличный парень. Он всегда дает дельные советы, поддерживает беседу и даже играет с тобой в кости. Короче, не проникнуться симпатией к данному персонажу не можно. А между тем, если ты хочешь сохранить жизнь Ротау, тебе придется отказаться от выполнения квестов рыжего лиса. Рыжий лис – это ничуть не подозрительный непись, появляющийся из озера в ночи и дающий ГГ различные поручения. Для начала совсем невинные, по типу «достань-ка мне большую рыбу». Однако аппетиты лиса растут в геометрической прогрессии, и вскоре он потребует принести в жертву двух последователей твоего культа, а позже и верного друга Ротау. Пожертвовав Ротау, игрок получит весьма достойную награду. Но разве какие-то безделушки смогут заполнить дыру в душе, оставленную утратой старого друга? Антиутопическая реальность DeoSex – это место, где нельзя доверять никому, особенно крупным корпорациям и тайным обществам. В DeoSex Human Revolution Адам Дженсен, поневоле ставший супертехнологичным киборгом-убийцей, неминуемо столкнется со сбоем биочипа, выраженным в визуальных артефактах. Один из неписей посоветует герою обратиться в клинику протез, дабы пофиксить проблему. Посетив медицинское учреждение и пройдя курс лечения вкупе с установкой нового чипа, ты избавишься от надоедливых артефактов. Тем не менее, обновление программного обеспечения влечет за собой неприятные последствия. В момент битвы с боссом Джао, основным антагонистом игры, коварная корпоратка активирует особый сигнал, отключающий кибернетические улучшения бедолаг, установивших пресловутый чип, устраняющий ранее озвученные визуальные артефакты. В итоге, выполнение данного квеста значительно усложнит последующую схватку, практически полностью лишив игрока видимости. В GRPG Tales of Vesperia наличествует серия дополнительных квестов на сбор могущественного демонического оружия. Изначально демонические пушки имеют нулевые характеристики, которые повышаются по мере уничтожения врагов. И по сути, это весьма достойное оружие, особенно в перспективе активной прокачки. Но без подвоха, как это водится, не обошлось. Ближе к концу игры, когда герои найдут 9 демонических оружий, разбросанных по всему миру, тебя поджидает пренеприятнейший сюрприз. Но кто бы мог подумать, что финальный босс воспользуется силой демонических пушек, тем самым обзаведясь третьей дополнительной фазой, которая поднимает градус и без того напряженной битвы до запредельных высот. Все полезные ссылочки на Бусти, Телегу и мой второй канал ждут тебя в описании под видео. Низкий поклон Бусти спонсорам и донаторам на стримах. Особенно трем героям, оформившим подписку на Бусти уровня транжира. Сател, Делириус оф Киллерс Дог и Алексей Головырцев. Спасибо вам, парни, от всей души.